Здравствуйте! В эфире программа «Середина земли». О новостях при Ангаре жителям Бурятии готовы рассказать журналисты телекомпании «Аист» в студии Илона Сумина. В Усть-Ордынском округе впервые подготовлены два ледяных комплекса с иорданьями. Это позволит местным жителям не преодолевать большие расстояния для того, чтобы совершить традиционный православный обряд. О том же, как будет организовано крещение на других иорданьях Иркутской области, расскажем в следующем сюжете. 58. Эта толщина оптимальна для того, чтобы на льду одновременно находились десятки сотен человек. По прогнозам специалистов, на залив Якоби в ближайшее воскресенье в течение дня придет около 40 тысяч. Это люди, которые в крещении окунутся в Иордань. В этом году будет организована палатка для обогрева людей. Она будет предоставляться тем людям, которые будут приезжать на общественном транспорте и для людей с маленькими детьми. Из-за теплого января в этом году в черте города будет действовать всего одна иордань, так как в других местах толщина льда недостаточная. Но желающие смогут посетить иордань по традиции, сооруженные в Смоленщине, Максимовщине, Урике, Хомутово, Марково и на 21-м километре Байкальского тракта. Единственная в Иркутске иордань практически полностью готова к приему гостей. Осталось лишь возвести ледовое сооружение. Это часовня, кресты и скульптуры ангелов. Для того, чтобы купание в ледяной воде, стрессовое для организма, не привело к нежелательным последствиям, врачи советуют соблюдать ряд мер безопасности. Запрещается употреблять спиртные напитки как до, так и после купания. Перед процедурой необходимо произвести 15-минутную разминку. С собой взять одежду из натуральных материалов и тапочки, только не резиновые. Также к процедуре есть ряд противопоказаний. В первую очередь это касается лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма, нарушение проводимости. К проведению массового мероприятия готовы и те, кто в этот день будет отвечать за безопасность. Планируется привлечение порядка 800 человек всех силовых структур и ведомств. Будут также привлекаться и военные, и медицинские работники, и казаки. Единственное требование, ни в коем случае не будет осуществляться выезд на лед автотранспорта. На протяжении недели специалисты производили забор воды как в водоемах, так и в емкостях церковных приходов. Было отобрано 67 проб воды. По результатам лабораторных исследований, качество воды водоемов и зародания отобранных отвечает требованиям санитарно-химических, микробиологических показателей. Также было отобрано 15 проб питьевой воды в самих храмах. Качество воды соответствовало требованиям санитарного законодательства. Специалисты не рекомендуют пить воду из открытых источников. Для того, чтобы у каждого была возможность набрать домой освященную воду, все храмы и церкви города уже подготовили воду к освящению. В субботу с утра проходят службы и с водосвятным молебным. И вот после этого, когда освященник отслужит этот члебен, все желающие с этого момента могут подходить и брать. По словам священнослужителей, воды хватит всем. Главный совет – пить ее нужно с верой. Антонина Махнева, Александр Барановский. Новости. Сейчас. Иркутские школьницы покорили канал Disney. Видеоролик, снятый семиклассницей Валерией Дубыниной и ее подругами, получил главный приз творческого конкурса «Кинопробы. Стоп. Снято». Полутораминутная новогодняя история о дружбе и взаимопонимании была высоко оценена московским жюри. С юными режиссерами встретилась Мария Князева. Я нормально сижу? Мне видно? Да. Нет, чуть-чуть подвинься. Да, вот так вот нормально будет. Идет съемка фильма «И сна в реальность. Часть третья». По сценарию девочки оказываются в Париже. А вот и главный режиссер и идейный вдохновитель съемок – семиклассница Лера Дубынина. Рассказывает, создание фильмов увлекается с пяти лет. Героями ее видеоисторий становятся друзья, родные, одноклассники. Свои творения Лера выкладывает в личном блоге в сети интернет. Объявление о конкурсе видеороликов девочка увидела летом на канале Disney. И сразу поняла – это ее шанс. Я сказала себе – Лера, ты должна там поучаствовать обязательно. И я рассказала об этом своим подругам. Они, конечно, загорели желанием что-то снять со мной. Начали мы писать сценарий. Лере вызвались помогать одноклассницы Юлиана и Настя. За неделю на один фотоаппарат сняли восьмиминутный ролик «И сна в реальность». Еще неделя ушла на монтаж. Затем отправили видео на конкурс и стали ждать. Ответ пришел на электронную почту. Девочки вошли в пятерку финалистов и приглашаются на финал в Москву. Лера признается – не поверили, пока им не выслали билеты на самолет. В декабре юные режиссеры вместе с мамами отправились покорять столицу. Валерия Дубынина, Юлиана Балуева и Анастасия Заборская, Иркутск. Мы, конечно, не ожидали. Они нам сообщили в пятницу. Нужно было вылетать уже в понедельник. Мы вообще не ожидали, что такое сейчас в наше время реально, что без денег дети попали куда-то. Были сначала сомнения, недоверие и почему-то такие чувства. То есть я сделала вывод, что детям нужно доверять, внимательно относиться к их увлечениям. Для финала семиклассницы сняли еще один фильм – полутораминутный «Исна в реальность. Волшебный Новый год». В Москве иркутянки провели восемь дней. Гуляли по столице, посещали мастер-классы, побывали на Мосфильме. Все это время их снимали для передачи кинопроба. Потом финал и победа. Настала эта минута. Главный приз получают создатели фильма «Исна в реальность. Волшебный Новый год». Главный приз – поездка в Париж с посещением Диснейленда. В столицу Франции девочки отправятся в начале февраля. Вот уж действительно – «Исна в реальность». Мария Князева, Александр Мокин. Новости сейчас. Забайкальская краевая детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России». Учреждение было отмечено дипломом и золотой медалью, а его директор был удостоен звания «Директор года 2013». Подробнее об этом расскажет ведущая новостей телекомпании «Альтез» Марина Кузнецова. Здравствуйте, коллега. Вам слово. Здравствуйте, Илона. По информации организаторов, конкурс «100 лучших школ России» был проведен впервые. Главная цель мероприятия – выявить наиболее успешные школьные образовательные учреждения страны, а также образовательные учреждения в сфере дополнительного школьного образования самого широкого профиля. Итоги конкурса подводились на основании результатов 2012-2013 учебного года среди более чем 53 тысяч школ. А теперь к другим темам. Делегация Забайкальского края готовится к поездке на Сочинскую Олимпиаду. В нее вошли 20 человек. Зимние путевки в Сочи получили тренеры, ветераны спорта и учителя физкультуры из Читы, Краснокаменска, Петровс-Забайкальска, Агинска и Сретенска. Люди, которые живут спортом и воспитывают будущих чемпионов. Сегодня на уроке у нас учебная игра. Баскетбол – то, чему вы научились во время второй четверки, мы посмотрим. Ученики Вячеслава Лукашина еще не знают, что их преподаватель скоро станет самым востребованным физруком в городе. Уже сейчас ему звонят из разных школ с просьбами провести после возвращения из Сочи классные часы, на которых Вячеславу Викторовичу предстоит рассказывать об Олимпиаде как непосредственному очевидцу. О том, что его включили в делегацию от Забайкальского края, учитель физкультуры узнал в канун Нового года. Лучшего подарка не придумаешь. Впрочем, эта поездка не выигрыш на лотерейный билет, а благодарность за воспитание детей. Вячеслав Лукашин работает учителем физкультуры 27 лет. Ребята под его руководством занимают призовые места как в школьных спартакиадах, так и в соревнованиях краевого уровня. Школа чем заманивает? Что, во-первых, они приходят сюда, ничего не умеют. И то есть вот я, как учитель, даю им просто представление. И я стараюсь все-таки в школе дать детям преподать намного, чем как можно больше видов спорта. То есть легкая атлетика, спортивные игры, волейбол, баскетбол, футбол. Мы им даем представление, они уже потом выбирают вид. То есть от учителя все начинается. Воспитанники Константина Ларионова давно выбрали свой любимый вид спорта. Шестой сезон команды спортсменов 99-го года рождения участвует в первенстве России в зоне Сибири и Дальнего Востока. По мнению тренера, сейчас они играют даже интереснее, чем взрослые. Жалко только, что читинцы не могут видеть это вживую. Нет условий для проведения домашних игр. С не меньшим азартом и отдачей тренируется и Алена Мезенцева. Она увлекается хоккеем уже пять лет и не уступает мальчишкам. Я играла за Иркутск. У них очень хороший коллектив. Я в него вписалась. Мы вот недавно в Челябинск ездили на чемпионат, ну на турнир. У меня вот три основных направления таких. Это, во-первых, идет как воспитательное, потому что нужно выпустить, прежде всего, из школы человека, как личность, чтобы умело адаптироваться в социальной среде очень лучше. Затем, конечно, укрепление здоровья с помощью хоккея. И вот воспитание идет через коллектив, то есть это хоккея, он быстрее воспитывается. Дать основу техническим и тактическим приемам хоккея. А там уже они сами смогут распоряжаться этим. Юные хоккеисты, кажется, не мыслят себя без кружки и шайбы. Даже в том, что их тренер поедет на Олимпиаду, они видят в основном практическую пользу для своего развития. Константин Юрьевич, побывав на играх, сможет рассказать мальчишкам о приемах спортсменов российской сборной, на которых равняются ребята. У меня любимчик – это Ватарь, это Семен Вайламов. Я всегда на него равняюсь, смотрю, как он перемещается, все его технику. Он отличный хоккеист и заслуживает место в сборной. Для нас, конечно, это важно, потому что у нас тренер, когда смотрит матч, он какие-то тактики выбирает для нас. Есть выходы из зоны, проход средней зоны, сама расстановка в чужой зоне. То есть это для нас тоже очень важно. Стоит отметить, что в составе делегации нет чиновников. В Краевом министерстве физической культуры и спорта решили отправить в столицу Олимпиады спортивных рабочих лошадок. Зачем мы вот это все делали, зачем отправляли тренеров? Чтобы даже молодые ребята, которые собираются в ближайшее время стать тренером, они знали, что если они будут работать, будут работать честно, будут фанатами, у них есть возможность, даже если они не вырасти олимпийский чемпион, съездить на Олимпиаде по государственным счетам. Забайкальская команда болельщиков отправится в Сочи 7 февраля и пробудет там неделю. Екатерина Станиславская, Евгений Погорелый. Время новостей. За время зимних каникул в Забайкалье более 40 человек получили травмы, катаясь с ледяных горок. И половина из них – дети. По словам медиков, ежегодно в зимний период в отделение травматологии поступают десятки маленьких чейтинцев с различными видами травм. Большинство из них отделываются царапинами и ушибами. Но, к сожалению, не редкость и более тяжелые случаи. Одно из любимых детских развлечений – катание на снежных горках. Проехать с ветерком не откажется, наверное, ни один малыш. А между тем, такое развлечение может оказаться опасным. Медики рекомендуют родителям ни в коем случае не оставлять детей на горках без присмотра. В отделении нейрохирургии Краевой детской клинической больницы сейчас находится только один маленький пациент, но с серьезным диагнозом. Упав с центральной горки на площади Ленина, 13-летняя девочка поступила сюда с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. На сегодняшний день ребенок прооперирован и идет на поправку. На горках достаточно часто, особенно связана сезонная травма. Это в январе, в новогодние каникулы. В основном это сотрясение головного мозга. Но, к сожалению, бывает и более тяжелая травма, вплоть до того, что дети нуждаются в оперативном лечении. А в отделении травматологии за время новогодних каникул обратилось 13 детей, также пострадавших на горках. Шесть из них были госпитализированы. Проходит лечение здесь и Даша Семенова. Девочка сломала руку, катаясь на коньках. На годних праздниках пошли кататься на коньках в водорах. Взяли коньки для малышки. Вот она упала очень неудачно. Получилось, что сломала ручку. Любишь кататься на коньках? Угу. А с горок катаешься? Специалисты считают, что зачастую в несчастных случаях виноваты и небезопасные ледяные сооружения. Неровный лед или скользкие ступеньки могут стать причиной трагедии. Именно поэтому проектировщики, занимающиеся разработкой ледяных городков, с особой тщательностью должны подходить к своей работе. Конечно, абсолютно безопасной не может быть ни одна горка. Однако приблизиться к идеалу все же можно. Одни из самых практичных и удобных горок вот уже несколько лет строят в Иркутске. Их фишка в раздельных отсеках, по которым малыши, не сталкиваясь друг с другом, скатываются вниз. Еще одно явное преимущество – безопасные деревянные ступеньки и переходы, по которым не страшно подниматься и спускаться. Все отлично, все продумано. Я считаю, что вообще безопасно и для маленьких, и для больших детей. От безопасных и красивых горок в восторге не только взрослые, но и дети. Ну, самые три классные горки – это которые идут от закрытой три до столба. А там уже они идут поменьше. Кататься на всех прикольно. Сюда, в микрорайон Солнечный, по словам создателей этого ледяного городка, ежегодно за уникальными технологиями съезжаются проектировщики со всей России. Дарья Пьянникова, Светлана Тулунова, Сергей Рычков. Время новостей. Монгольский антрополог получил премию Левитана. Данная премия учреждена по инициативе директора Школы гуманитарных наук Массачусетского технологического института. Ее присуждают каждый год в самой лучшей научно-исследовательской работе. Подробнее об этом расскажет ведущая программы новостей телекомпании «Аист Монголия» Мирослава Городничая. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте, Марина. Антрополог Мандухай награждена премией имени Левитана в области гуманитарного направления и денежным вознаграждением в 25 тысяч американских долларов. Лучшим в гуманитарной области названо ее этнографическое исследование, посвященное женщинам-кандидатам на парламентские выборы. А теперь к другим новостям столицы, а не к жителям Бурятии, расскажут корреспонденты программы новостей на ЦАКТ и Я, Мирослава Городничая. Подвели итоги спортивных успехов и достижений 2013 года. В отчетной выставке приняли участие более 30 спортивных союзов, спортивные и подготовительные центры при отраслевом министерстве. Мероприятие провели в рамках постановления правительства о развитии спорта в стране. На открытие побывала и наша съемочная группа. В 2013 году в развитие спорта было инвестировано 10 миллиардов туриков. Из них три выдали в качестве премии спортсмена. В этом году отраслевое министерство будет работать в направлении развития физкультуры. В этом году планируем построить в столице несколько спортивных комплексов. Сдадим эксплуатацию спортивный дворец в районе Сангинхэха, Бэйенгол, Бэйенцур и Сухобатар. Молодежь все больше уделяет внимание развитию своего тела, занимается аэробикой и фитнесом. Отраслевое министерство с целью поддержки развития спорта и физкультуры работает над предоставлением скидок по книжке медицинского страхования. Мы хотим, чтобы занятия спортом стали общественным предметом. Наша союза работает над тем, чтобы готовить не одного тренера или спортсмена, а сделать спорт массовым. В прошлом году монгольские спортсмены показали высокие результаты на международных соревнованиях, а также на чемпионатах страны по дзюдо, шахматам и боксу. Повысился интерес занятия спортом и у молодежи, и детей. В этом году наша ассоциация организовала чемпионат мира по бодибилдингу. Получили немало медалей, в командном зачете заняли третье место. После побед спортсменов из Монголии в 2008 году юноши и девушки стали больше интересоваться дзюдо и боксом. Государство оказывает хорошую поддержку, сегодня все залы полные. Выставка «Спорт-2013» будет работать на протяжении двух дней. Также наградят лучшие спортивные организации прошедшего года, методисты по физкультуре. Педагоги получат сертификаты от президента Монголии. В Монголии прошел первый крупный фестиваль, организованный среди педагогов центров профессионального обучения, где они смогли продемонстрировать свои таланты. В фестивале приняли участие более 300 педагогов из 60 профессиональных колледжей и центров. Дашцерма работает преподавателем в 2015 год. Она окончила институт физкультуры по профессии учителя физкультуры. Решила работу по своей профессии в сельской местности, с тех пор преподает в центре профобучения в Замар-Самоне Туфа и Мака. Сегодня она приехала на фестиваль, чтобы показать свои профессиональные навыки. Раньше проводилось мало работ по повышению профуровня среди учителей. Последние годы стали активно проводить различные мероприятия, хотя и учитель по физкультуре участвовал в танцевальном конкурсе. В Монголии работают более 80 профцентров и колледжей. Раньше их называли ПТУ. Эти центры готовят профессиональных рабочих по востребованным профессиям в строительстве техников, электриков, работников швейного производства. В первом фестивале среди педагогов участвуют более 300 человек и 60 профцентров. Эти соревнования организует наш колледж. Для нас это очень большая ответственность. В дальнейшем фестиваль будет проводиться ежегодно. Фестиваль проходит в рамках предстоящего праздника Дня учителя. Также провели опрос среди педагогов и методистов на тему повышения профессионального уровня. Это были новости Монголии. Как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске. А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты СССИ ТВ Русский из Пекина. Телеканал СССИ ТВ Русский приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии Максимилиан Раздольский. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях в Китае. Китай готовится встретить Новый год по лунному календарю. В преддверии торжеств города расцветают яркими красками и уличной иллюминацией. Так в Шанхае возвели главный символ года – светящуюся фигуру лошади. Арт-объект уже привлек внимание многочисленных туристов. Ну а на востоке страны в рыбацких деревнях просят у духов хорошего улова и устраивают настоящее пиршество. С подробностями наши корреспонденты. Все прилавки в деревне Худжоу провинции Джэцзян в канун праздника весны полны карасей, лещей и лосося, причем в любом виде – вяленые, соленые и жареные. Большинство местных жителей здесь занимаются рыбным промыслом, поэтому от Нового года ждут одного – хорошего улова. Чтобы задобрить духа, в сельчане разжигают ритуальный костер, сложенный в форме рыбы. Говорят, если пойдут осадки и все дерево не успеет превратиться в пепел, год будет тяжелым. Чтобы не гневать духов, мы в всей деревне устраиваем настоящие рыбные фестивали. Всего на праздничные 100 в этот раз ушло 10 тысяч кило рыбы. Готовиться начали еще со вчерашнего дня, чтобы успеть всех накормить. Китайский рыбный суп, который готовят накануне праздника весны, называют здесь доброй традицией, от которой нельзя отказываться, даже если год был неурожайным. Этой традиции уже больше шести сотен лет. Она появилась во времена Тинасти Минь. У нас живут более тысячи семей, у всех свои заботы. Но в кону праздника весны мы обязательно встречаемся вместе. К празднику заметно преобразился и Шанхай. Его украсили удивительными фигурами, которые символизируют успех в предстоящем году. Изнутри они подсвечены тысячами разноцветных лампочек. Несмотря на то, что официальная экспозиция открывается для зрителей 31 января, арт-объекты начали тестировать за неделю до праздника. Сами же китайцы любят украшать свои дома традиционной праздничной аппликацией. Этим изящным искусством в последнее время владеет все меньшее количество художников, что делает произведения по-настоящему уникальными. «Я выполняю свои работы только на красной бумаге. Это цвет радости, цвет процветания, цвет счастья. Мои картины многие заказывают в подарок близким. Сейчас у меня небывало и количество клиентов». Праздник весны в эти дни ощущается во всех уголках Китая. И не важно, где вы – в современном мегаполисе или самой глухой деревушке. Сергей Чудинов, Си Си Ти Ви. Раньше производили пиротехнику, теперь медицинские товары. Предприниматели из города Люянь, который считается мировой столицей фейерверков, экстренно перепрофилируются. Виной всему изменившиеся требования к продукции и заводам, а также экологическая ситуация в ряде китайских городов. Продажам мешают новости о несчастных случаях и нарастающее беспокойство о чистоте воздуха. О том, как поступают в такой ситуации местные бизнесмены, расскажем в сюжете далее. Десять месяцев назад эта люянская компания ничем не отличалась от тысячи своих соседей, как и все производила фейерверки. Теперь же здесь планируют заняться производством медицинского оборудования и небольших новогодних сувениров. О славном прошлом компании напоминают разве что несколько забытых коробок с надписью «Фейерверки Фэйн». Все остальное увезли. Недавно на фабрику доставили новые сборочные ленты. Рабочие сейчас проходят подготовку на юге Китая. «Когда в прошлом году опубликовали новые стандарты безопасности для фейерверков, мы поняли, что продолжать работать практически невозможно. Фабрику попросили перенести в горные районы, где никто не живет. А у нас нет лишних денег даже на то, чтобы обучить работников, как вести себя с пиротехникой в непредвиденных ситуациях». «Ихэлун Файрворкс» – одна из крупнейших компаний «Люяна». Она выкупила производственные линии нескольких маленьких фабрик, терпящих убытки. Специалисты «Ихэлун» разрабатывают новую технологию, которая может сделать фейерверки более безопасными и экологически чистыми. «Сейчас производство фейерверков сильно ограничили, в особенности после нескольких взрывов в Китае в прошлом году. Мне кажется, немного притормозить было бы неплохо. Мы должны сфокусироваться на вопросах техники безопасности, начать производить более надежную продукцию». На продаже фейерверков в Китае влияет и ситуация с загряжнением воздуха. Власти Пекина уже объявили, что запретят выпуск пиротехники в случае, если город во время праздника весны накроет смог. Чтобы выяснить, насколько сильно новогодний пиротехнический карнавал влияет на качество воздуха, власти Люяна поручили ученым провести исследование. «Мы еще не завершили наши тесты. Пока цифры показывают, что фейерверки, конечно же, загрязняют воздух. Однако это не касается содержания в нем мелких частиц PM2,5. Взрывы пиротехники загрязняют атмосферу частицами побольше. Мне кажется, ничего страшного не случится, если во время праздника фейерверки запретят. Но пиротехника – это все-таки не главная причина смога». Выручить компании-производители может хорошая реклама за рубежом. Во многих странах бывшего Советского Союза популярны фейерверки из Люяна. «Да, в нашей стране фейерверки пользуются очень большим спросом. Люди любят их не только на государственные праздники, а также и на частные дни рождения, вечеринки, свадьбы и так далее». Китайцы не хотят отказываться от одной из своих главных новогодних традиций. И современные технологии могут им помочь. В последние годы набирают популярность электронные фейерверки. По данным сайта Таобао, в первую неделю января спрос оказался в полтора раза большим, чем ровно год назад. Ну что ж, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. По данным Гесметио, 21 января в Улан-Удэ ночью минус 15, минус 17, днем минус 7, минус 9, ветер юго-восточный 1,5 метров в секунду. В Иркутске ночью минус 14, минус 16, днем минус 4, минус 6, ветер юго-восточный 1,5 метров в секунду. В Чите ночью 17, 19 градусов ниже нуля, днем минус 7, минус 9, ветер западный 1,5 метров в секунду. В Улан-Баторе ночью 10-12 градусов мороза, днем около нуля, ветер юго-западный слабый. В Пекине ночью минус 5, минус 7, днем плюс 3, плюс 5, ветер юго-западный слабый.